Вообще очень важный проект по большим данным. И нету пока систем, которые бы содержали прям встроенные такие штуки из коробки. Ну и следующий доклад. Здравствуйте. Меня зовут Антон Герасимек. Я в битриксе занимаюсь композитом. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого уже есть сайты на композитной технологии. Супер. Большая половина аудитории у нас уже с композитом. Готовясь к этому докладу, я собрал небольшую статистику и выяснил, что на текущий момент около 2000 сайтов у нас уже с композитом. Это при том, что мы технологию запустили, анонсировали где-то в апреле прошлого года. Еще один интересный момент. Я узнал, что очень много клиентов интересуются композитом. Они заходят в админку, нажимают на кнопку включить композит, но у них ничего не работает, потому что требуется интеграция. То есть это ваши потенциальные клиенты, которым вы можете оказать услугу по внедрению композита. Вкратце напомню, что это такое. Если кто не знает, это технология кэширования, при которой мы весь HTML странички сохраняем файл на диске на первом хите пользователя, а на втором хите отдаем уже очень быстро этот файл из кэша. При этом мы при сохранении этого файла в кэш инжектим специальный джаваскрипт, который затем выполняется уже на втором хите пользователя для того, чтобы сделать две вещи. Во-первых, проверить, изменилился ли у нас кэш с того момента, как мы его сохранили. И второе, вернуть данные динамических бластей, если такие есть на странице. В итоге композит нам позволяет очень быстро отдавать страницу для клиентов, что хорошо влияет на SEO и на удержание аудитории на сайте, и как следствие на конверсию в продажах. И вот этот самый момент, когда клиенты заходят в админку и нажимают на кнопку включить композит, но у них ничего не работает. Тут вопрос, почему у них ничего не работает? Потому что у нас есть так называемое голосование компонентов. И вообще зачем мы его придумали? Мы хотим обеспечить две вещи при композите. Это безопасность данных. Потому что представьте, у вас есть страница с корзиной, со списком товаров, с какой-то информацией о пользователе. Туда заходит ваш клиент. Мы эту всю страничку сохраняем в кэш. Затем туда заходит второй пользователь и видит ту же самую корзину с теми же самыми данными. Естественно, это неприемлемо. И второй момент – это эффективность работы кэширования. Как правило, все текущие ваши компоненты, они выводят разные данные для пользователей, выводят какие-то случайные идентификаторы. Все это приводит к тому, что кэш постоянно будет перезаписываться. Поэтому интеграция под режим композита заключается в том, чтобы вы сделали код-ревью ваших шаблонов, ваших компонентов. Там, где нужно, сделали динамические области. И все у вас будет работать. Я недавно видел, как наш замечательный продукт-менеджер Юрий Волошин перевел свой собственный магазин на композит за пару вечеров. При этом он не технический специалист. Чем мы занимались этой осенью? Был дан серьезный вызов от Сергея сделать композит на Bitrix24. И поначалу это оказалось просто нереальной задачей. Потому что, во-первых, у нас на этих порталах контент зависит от пользователя текущего, как задачи, файлы. Антон, чуть-чуть микрофон отодвинь, а то он шумит. Плюс к этому очень много страниц. Например, у людей очень много задач. И если мы каждую страницу будем сохранять в кэш, эффективность очень будет маленькая. Потому что вероятность того, что человек зайдет туда повторно, очень низкая. Кроме того, у нас порядка нескольких сотен компонентов, которые настроены уже под многопользовательский режим вывода данных. Но мы с этим справились. Что мы сделали? Во-первых, мы придумали персонализированный кэш, когда для каждого пользователя отдается свой собственный кэш. Но с нюансами. Мы придумали кроме персонализированного кэша еще понятие режима single page application. И сделали, что на каждого пользователя создается всего два файла кэша. Для главной страницы и для всех остальных. Все, что можно было сделать на джаваскрипте, мы сделали на джаваскрипте. Например, подсветка в левом меню, которая раньше нам генерировала при подсветке пунктов разный HTML, все это вынесли на джаваскрипт. Все счетчики, часики тайм-менеджера, все на джаваскрипт. Чтобы добиться максимальной эффективности, чтобы у нас не перезаписывался кэш, когда человек ходит по страницам. Если вы посмотрите на вот этот слайд, увидите, что вся рабочая область страницы, это динамическая область, включая заголовок самой страницы. Такая вот гигантская. Там есть еще несколько динамических властей, но вот это такая гигантская из особенностей. Еще была проблема этих порталов в том, что каждая страница может нам вернуть в форму авторизации. А это вообще не приемлемо для композита, когда по одному и тому же адресу у нас показывается разный контент. И с этим мы тоже справились. Когда возникает авторизация на Аяксовом хите, срабатывает специальный обработчик, который делает редирект на специальную страницу, которая не под композитом. Ой, я рад, что много людей начинает подходить. Значит, эта тема интересная для многих. И затем мы сбрасываем кэш, после того, как произошла ошибка с авторизацией, и редиректим человека обратно. В результате мы решили так эту проблему. Как устроен персонализированный кэш? Как вы знаете, при стандартном хранении кэша в файловой системе ключ кэша примерно совпадает путем к файлу. И примерно где-то совпадает с тем адресом страницы, который вводит пользователь. И идея очень простая. Что если мы в этот ключ добавим некий уникальный идентификатор, сохраним его в куках у пользователя, и у нас будет шанс отдавать ему кэш персонально. Так мы и сделали. Только вот эту всю логику по генерации этого идентификатора возложили на разработчика. Выглядит это следующим образом. Немножечко кода. Вы создаете класс, наследуете его от класса кэш провайдера и имплементите четыре метода. Два из которых самых основных. Это метод, который возвращает идентификатор, вот этот самый уникальный идентификатор для ключа композита. В моем примере это просто MD5 от ID пользователя плюс соль в виде уникального идентификатора для сайта. И второй метод, который устанавливает саму куку, вот с этим значением. Есть еще метод, который позволяет вам голосовать против композита. Например, в моем случае мы не сохраняем кэш, если пользователь не авторизован. И третий метод позволяет нам перед тем, как сохранить весь HTML в кэш, мы даем возможность еще какие-то дополнительные параметры туда впихнуть. Например, в моем случае это значение для джаваскрипта. Далее регистрируем этот класс в системе стандартным образом и все, начинает работать. Подчеркну, что вот эта API пока не документирована, но я знаю, что некоторые из вас хотели подобный функционал для композита. Поэтому я вас прошу потестировать на своих кейсах, написать мне фидбэк и мы с вами выработаем идеальное решение для персонализированной кэши. Кроме этого, мы добавили такой режим, он вообще находится на стадии альфа-версии, single-page application, когда у нас одной странице соответствует, точнее многим страницам соответствует один файл кэша. Стандартная ситуация у нас одна страница, один файл кэша. В этом режиме наоборот. И в частности, вот на BitX24, когда вы заходите в задачи, отдается кэш. Когда вы заходите в файлы или фотогалерею, отдается тот же самый кэш. И здесь основная проблема заключается в том, чтобы сделать так, чтобы контент, который находится вне динамической области, он всегда был на этих страницах одинаковых. И для этого нам пришлось очень много компонентов доработать текущих, чтобы у нас кэш не перезаписывался, когда мы сначала зашли, например, в задачи, потом зашли в файлы. Но композита нам все равно оказалось мало на BitX24. Опять поступило предложение сделать композит, супербыстрый композит. Что мы придумали? Сейчас у нас есть такая проблема, что портал у нас находится в Амазоне, и пинг оттуда очень не самый быстрый, скажем так. Поэтому мы сделали что? Поставили веб-сервер у российского провайдера с Nginx, назвали это веб-кластер. И схема работает следующим образом. Когда у вас пользователь приходит на сайт, этот веб-кластер просто прозрачно проксирует запрос к Амазону. Веб-акселератор. Замечу. Видишь, ты путаешься. Да, веб-акселератор. И не упрощай идею, но рассказывай. Он в этот момент на Амазоне. Мы создаем, как обычно, композитный кэш и отдаем страничку обратно. На втором хите опять веб-акселератор проксирует запрос к Амазону. Но уже Амазон в этом случае отдает нам обычный композитный кэш обратно пользователю. И работает обычный механизм кэширования. Так вот, когда на втором хите вот этот композитный кэш летит через веб-акселератор, веб-акселератор в этот момент сохраняет этот кэш у себя. И получается, что уже на третьем хите, когда идет третий хит, мы отдаем этот кэш уже с веб-акселератора. В результате нам удается выиграть 40-70 миллисекунд. Да побольше на самом деле удается. Идея состояла в том, чтобы сделать прозрачное кэширование. То есть мы при этом не трогаем Midrix24, мы не занимаемся, мы можем просто по миру расставлять теперь веб-акселераторы. Вот мы уже поставили первый в России, запустили в Украине, на очереди Казахстан, Германия нас теперь уговаривает. Мы думаем про Китай, мы поставим в Китае. Тем самым мы как бы снимаем вот эту вот длительную задержку, которая у нас есть на длинном пинге до дата-центра. Мы еще будем рассказывать про 15.5. Мы эту технологию хотим рассматривать и рассматриваем как отдельный продукт, который применим к любому сайту на Bittrex. А с композитом он дает вообще еще замечательные выигрыши. Фактически он хранит кэш. То есть когда вы набираете адрес своего Bittrex24, большая часть контента вам отдается с веб-акселератора, который стоит в России. И только композитный хит бегает в Amazon, вернется уже с нужными данными подставиться. И еще SSL терминация в нашем случае. Вообще мы получили фантастический выигрыш по большинству параметров. Да, несмотря на то, что эта схема вот сторонным хитом кажется такой какой-то сложной, из-за того, что у нас для одного пользователя всего два файла кэша, то подавляющее большинство хитов оно дается с веб-акселератора. Далее. Как вы знаете, у нас композитный кэш может храниться в двух видах. Либо в файлах на диске, либо в mcash.d. И также у нас есть два варианта отдачи этого кэша. Либо через PHP, через наш продукт, либо через Nginx. Когда мы отдаем файлы через Nginx, это, во-первых, быстрее, а во-вторых, нет нагрузки на PHP. И сейчас в наших учебных курсах есть пример конфига, как настроить свой Nginx для отдачи файлов с диска. Но была проблема, что это не так просто сделать. Поэтому мы сделали эталонную конфигурацию и добавили ее в новую виртуальную машину 5.1. Как это будет выглядеть? Сначала вы заходите в админку, настраиваете параметры композита, сохраняете. Затем заходите в виртуальную машину. Там есть специальный пункт включить композит. Говорите, для какого сайта нужно включить композит. Выбираете, где вам хранить, в файлах или в mcd. После этого виртуальная машина берет эти настройки, которые вы в админке сохранили, и генерирует из них уже настройки для Nginx. И все это начинает работать. Если у вас собственный Nginx, я рекомендую посмотреть, как мы это сделали в виртуальной машине и сделать аналогично. Кроме этого, наш композит постоянно улучшается. И после небольшого рефакторинга были рождены два класса для удобного создания динамических областей. Один класс для буферизированных динамических областей и один для статических. Класс для буферизированных динамических областей вы уже на текущий момент используете, когда в компоненте пишете create frame, begin stop, begin end. Это вот этот как раз класс. Удобство в том, что не нужно заморачиваться со строчками, и когда вы пишете begin stop end, все, что находится между ними, оно буферизируется и сохраняется как заглушка. Удобно? Удобно. Но единственный минус, что в такой конструкции не работают отложенные функции. Это достаточно редкий кейс, но он может в принципе существовать. Для этой ситуации, для обхода ситуации, как раз нужен первый класс frame static, который ничего не буферизирует, он просто ставит метки начала динамических, динамической области, и конец динамической области, и потом, когда страничка выполнилась, по этим меткам уже вырезается контент динамической области. А вот старый механизм, который вот здесь показан, мы его уже здесь прикритили. Так что он, конечно, работает, но рекомендую его не использовать. Кроме этого, для отладки добавили такое заголовок, как xBitrixComposite, который возвращает несколько значений. Когда мы возвращаем кэш, он возвращает метку кэш и говорит, каким статусом мы его взвернули, либо 200, либо 304. А когда идет композитный запрос, мы возвращаем метку аякс и в скобочках пишем, что произошло в этом моменте с кэшем. Стейбл, значит, он не изменился. Ченжд, значит, на этом хите изменился кэш. И еще есть несколько вариантов ошибок, что бывает очень полезно. В принципе, я планирую на основе вот этих заголовков сделать небольшой плагинчик для хрома, чтобы можно было удобно, ну, визуально видеть, что вот вы зашли на страницу, и в этот момент у вас здесь перезаписался кэш, чтобы вы уже могли дальше исследовать причину этой ситуации. Хотел добавить, что эти параметры могут использоваться и хостерами, и CDN-операторами для кэширования контента, в том числе. Возможно, мы пообщаемся с коллегами для того, чтобы выработать, ну, собственно, мы документировали и фиксировали эти параметры, и теперь можно на основании этих данных строить большие распределенные системы. Ну, собственно, веб-акселератор – это один из фундаментных кирпичей, которые мы предоставим, но тем не менее участники рынка могут использовать эти параметры для правильного и более эффективного кэширования и доставки контента потребителям. Да, так вот. Также у нас добавилось по голосованию такое очевидное правило, что все, что находится внутри динамической области, у нас автоматически голосует за композит. Кажется, довольно-таки логично, но раньше у нас такого правила не было, и вам приходилось, если в динамической области лежал компонент, вам приходилось еще модифицировать компонент, чтобы он тоже голосовал за композит. Сейчас этой проблемы нет. Также добавили пару методов, чтобы можно было произвольную область помечать как область, которая всегда голосует за композит. Бывают кейсы, когда это очень удобно. Еще очень интересный момент встречается, когда у вас есть динамическая область, в этой динамической области лежит компонент, и, как правило, этот компонент добавляет какие-то ресурсы, либо CSS, либо JavaScript в хед-страницы. И, в принципе, это такая ситуация, как все работает, как обычно. Но бывают такие компоненты, которые добавляют эти ресурсы, CSS или JavaScript, по какому-то условию. Например, пользователь авторизован или не авторизован. И в результате у вас получается такая ситуация, что у вас есть динамическая область, в ней лежит компонент. Контент его вырезается. Все отлично. Но при этом он своей работой то добавляет в хед вам какие-то ресурсы, то убирает, то добавляет, то убирает. Соответственно, это приводит к перезаписи кэша постоянному. Так вот, чтобы эту проблему решить, она, в принципе, не такая частая, но встречается. Мы добавили специальный метод setAssetMod, с помощью которого можем сказать, что все, что добавляется в хед в этой динамической области, оно вырезается. То есть это методы типа setAdditionalCSS, addHeadScript, addHeadStrings. Все это вырезается, не попадает никогда в кэш, но приходит в данных динамической области. И затем уже, когда AJAXV хит выполняется, мы это все динамически уже добавляем на страницу. Добавили поддержку HTTPS. Многие просили, и я хочу пояснить вообще, почему раньше не было. В принципе, композиту все равно, он по безопасному протоколу работает или по обычному протоколу. Проблема была с нашим CDN, который не умеет работать под HTTPS. И в результате могла быть такая ситуация. У вас есть сайт, который одновременно доступен по двум протоколам, и в то же самое время у вас включен CDN. И получалась следующая ситуация. Ваш клиент заходит по HTTP, там все ссылки на картинки, на CSS, на JavaScript генерируются на CDN, все хорошо, затем какой-то второй пользователь заходит на HTTPS, и так как CDN не работает под HTTPS, там ссылки относительно сервера идут. И это получается у нас постоянно будет перезаписываться кэш. Мы эту проблему просто решили тем, что добавили ограничения на безопасный протокол. Сейчас мы эту галочку добавили, как только CDN научится работать по безопасному протоколу, мы эту галочку вообще уберем. Поэтому еще раз, если у вас есть два протокола и включен CDN, галочку включать не надо. Если у вас два протокола CDN не включен, все будет окей. Если у вас CDN и один протокол, тоже будет все окей. Далее. Часто так бывает, что AJAX-вый хит ничем не завершился. Либо что-то с сетью, либо какая-то фатальная ошибка, или еще что-то. В общем, вариантов может быть масса. В этом случае у вас получается страница без контента динамических областей. Что-то довольно-таки плохо. Мы эту ситуацию никак не обрабатываем, возлагаем ответственность на разработчиков, чтобы он сам думал, как ему нужно обработать. И генерируем специальное событие, которое можно отловить и сделать, например, редирект. Но с редиректом нужно быть аккуратным, потому что может быть вероятность того, что у вас будет бесконечный директ. Сделали редирект, опять страница появилась из кэша, сделался AJAX-вый запрос, какая-то возникла ошибка, и так вот по кругу. На Bitrix24 мы сделали следующим образом. Мы делаем редирект на страницу, которая не под композитом. На этой странице удаляется кэш пользователя, и потом мы делаем обратный редирект на ту страницу, с которой он пришел. В итоге его последующий хит, он уже такой родной, не из кэша. Что еще? Добавили параметр NCC, по которому композит отключается. Часто удобно для отладки. Вы зашли на страницу композитную, у вас что-то не работает. Добавили в адрес NCC равно 1, и у вас отработала обычная страница без кэша. Протестировали ее. Кроме этого, добавили такой параметр, как exclude params, которым можно добавить уже свои собственные параметры. Если NCC у нас зашит прямо в продукт, то с помощью этого параметра вы можете свои собственные параметры прилить, по которым композит не будет работать. Единственный нюанс, что сейчас вот этот параметр не имеет графического отображения в админке. Но мы добавим. И решили проблему с 80 и 443 портом при указании доменов. Вообще наши домены, которые вы вводите, они нужны в первую очередь не для композита, а для безопасности. Потому что есть варианты, как можно взломать композит. Поэтому мы используем белый список, по которому просто фильтруем запросы. И была проблема с тем, что мы используем переменную HTTP host, и наша виртуальная машина добавляет в эту переменную порты 80 либо 443. И у людей возникали обычно вопросы. Нам нужно с портом писать или без порта. То работает, то не работает. Сейчас эта проблема решена без разницы. Именно на вот эти конкретные порты, как вы их запишите, всегда будет работать. Ну и из планов что? Из планов все хотим сделать удобный, удобный отладочный инструмент, потому что константы и лог файлы – это прошлый век. Хотим сделать, чтобы это все было красиво в админке, где можно посмотреть список страниц, как отработал композит на них, были перезаписи, прямо там же в админке сравнить эти версии визуально, плюс сделать какую-то возможность мониторинга. Потому что есть такая проблема, что когда вы разрабатываете композит, вы включаете отладку, вы видите, что все идет перезапись. Потом вы эту отладку вырубаете, выпускаете сайт в продакшн, и после этого у вас что-то может произойти на сайте, какие-то компоненты добавятся, и вы даже не заметите того момента, что у вас постоянно перезаписывается кэш. Мы сами на такое наталкивались на нашем же сайте. И поэтому требуется какой-то мониторинг уже с сайта в продакшн. Спасибо за внимание. Давайте вопросы. Пожалуйста, вопросы. Давайте активно. Не забывайте, что у него еще мастер-класс, поэтому он отдельно расскажет, как, собственно, сайт переводится и ускоряется. Буквально вчера столкнулись с такой проблемой. То есть сам разработчик ходил по сайту и увидел, что композит на некоторых страницах не работает. Он предположил, что, наверное, квота дисковая закончилась. Он доступа в админку не имел. Я зашел в админку, увидел, что действительно так, увеличил квоту. То есть хотелось бы получить, наверное, аларм, там, алерт, какое-то предупреждение. Да, да, да. Я понимаю. Я как раз вот об этом и говорил. Но у вас, скорее всего, возможно, бывает одно из ошибок, что отладка включена, и когда идет постоянная перезапись, у вас генерируются вот эти файлы отладочные там с суффиксом delete, для того, чтобы мы могли понять, что же все-таки перезаписал этот кэш. И если у вас постоянная перезапись, количество этих файлов просто возрастает, и все вам забивает. И эти файлы тоже учитываются в квоте. Поэтому проверьте, что у вас… Ну, алармы все равно полезны. В любом случае. Это безусловно. Просто смотрите. Если у вас отладка не включена, вот у вас был кэш, и, например, он на каждом хите перезаписывается. Перезаписывается именно один файл постоянно. То есть их количество не увеличивается, и квота тоже не кончается при этом. Она начинает кончаться, когда у вас есть вот эти отладочные файлы. Окей, пожалуйста, вопрос еще. Сейчас, если компонент Сталин в динамической области, я так понял, он автоматом голосует за композитор. А в логах это как-то появится или нет? Что-что-то? В логах это автоголосование как-то появится или нет? Ну, в логах у нас пишется компоненты, которые против голоса. Расшифрую сейчас. Мне вот эти логи, они помогают как раз отривьюить компоненты и шаблоны, чтобы посмотреть, что там нет никаких пользовательских данных, которые могут попасть в кэш. Сейчас же получается, что я никак не узнаю, что у меня компонент автоматом попал в общий кэш. Может быть, там какие-то персональные данные будут. Мыло, логин, имя пользователя. Хотелось бы либо константу какую-то, либо чтобы это как-то в логах фигуртировало. Хорошо. Хорошо, да? Хорошо, да. Отлично. Я, кстати, пользуюсь скоростью сайта. Там выводится композитных хитов сколько? Какой процент? И, в общем, вполне наглядно, понятно видеть вообще, насколько мы покрыли сайт композитными хитами. Бывают, например, там страницы заказа, вы увидите композитные или нет. А так вообще по хитам очень наглядно видно. Спасибо.